21-й раз прошел турнир по футболу памяти воина-мученика Евгения Родионова. Он состоялся на стадионе «Электрон». Соревнования прошли среди ветеранских команд. Подробнее расскажем в сюжете. 13 февраля 1996 года, во времена Чеченской войны, рядовой Евгений Родионов с двумя товарищами заступил на дежурство Чечено-Ингушской трассы. Ночью они остановили машину для досмотра, в которой оказались вооруженные боевики, после чего военнослужащих взяли в плен. Евгений погиб при жестоких условиях. Он же такой поступок совершил, не каждому человеку это дано. Он не стал снимать православный крест. 100 дней не снимал крест. Ее били, мучили. Женя, он доказал и показал всему миру силу православного креста. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 ветеранских команд. На футбольном поле проходило сразу две игры. Матч длился 20 минут. От каждой команды участвовали 9 игроков. Патриотическая работа должна вестись однозначно на высоком уровне. Я сам служил в пограничных войсках в СССР, в связь подразделения. И сейчас воспитывать молодежь в духе патриотизма, ну это наша обязанность даже. Потерянное поколение. То есть есть такие нюансы, которые мы сталкиваемся в жизни, что молодежь не понимает, что происходит и в стране, и в мире. Одним из гостей турнира стал футбольный клуб из Калужской области. Всего прошло 16 матчей. Первое место заняла команда «Ресурс». Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.